всем привет ребят продолжаем комментировать немножко не успел на стадии пиков но могу примерно в красок комментировать что никак был там банкис плюс кто-то давайте просто бегом пройдемся первый пик манкикинг потому что сильный саппорт второй пик линус лагдар сильный сломит плеер сильный именно хороший space creator и котел не дает пушить обычно точнее котел не дает пушить и очень хорошо работает с предпуш героями в одной команде сорта рот ну типа с крутой скрыт вместе шейкер мешает пушить а на к сиреной тортизе я в свое время учился играть на и середине потому что артизина эмбер спирит вроде как джаггернаут хороши против ноги но они взяли на год четвертым пиком по той простой причине что не было просто саппортов который контрят ну и вот без проблем с этим уладились поэтому поэтому посмотрим как это сделать артизи сделает на этой игре очень хотелось бы посмотреть что сделать артизи потому что этот игрок на ноги чрезвычайно силен я хочу видишь это новое для себя смотрим здесь его не видели значит котел у нас складите танго и веточкой вообще крит на пятой позиции котле будет играть не люблю такое не люблю как пятая позиция берется не герой который должен играть на четвертый с помощью лдом идет сюда герой артизи сделка пейс рожда ревелил смог ну точнее сделать пейс ревелил возможный вар красиво сделал лэнгарда у них нет а будет ли тут нет тут нет получает центре и еще наверно за сейчас даст еще не надо наверно в общем ли на китайцы любят делать fb и посмотрим что что акции помните как я говорил ребят про закуп и причем на позицию и на дарбовином иногда пор маншилд это та самая ситуация в которую нужно брать пор маншилд и он красавчик знает на растворил магает и научился семочка тоже пятая позиция танго кларите вообще ничего нет денег не осталось купил центре джиггернау закупился жадненько на линии купить щиток топоре хотя она стала купить топор сначала потому что тебя зовут их орать не собирается никто сумою универсовой ничего не может сделать на шейкере хотя посмотрим батя просто на харде он думает докажет всем что может хороший вар хорошего на хорошие если вы центре у тебя сумей лич все медлеслав нет все вот в арту и хотеть кура я бы знал что захотят ее сна пить макака видит он это и дерево просто и он уже слышал почему это это играет хотя все на первый левел я слышал что он слышал в хозяйстве найти у него был вар войном у него был бы шанс убить а пройдемся по лайнапам значит шейкер стоит соло в с гернаута плюс эмки ну вообще шейкер должен видеть если он будет ошибаться а мне кажется он будет ошибаться вот обил рыжа это очень важно на самом деле за шейкера я думаю что шейкер по любому должен видеть на трени ну как минимум раза два он берет за 10 минут это я называю фидом ждет куру от обезьяна интересно видели вы или нет о видишь круга идет макака он даже на это дерево сюда сюда и на это дерево как же самая раскатали но он слишком агрессивно играю так нельзя делать потому что можно видеть просто идет макака и бьет его выбор винову скрещусь побазаривай с ним вот эти говорили про про мальшилл то что может зайти на гапартинике просто зонить его то же самое только тут эмпера немножко ливи запушил а еще что мейл припас донавил давайте откроем сразу крикстаты это важно в начале важнее даже чем нетворсы 10 крипов у эмпера что довольно таки сильно 10 крипов у лимит то есть оба мидера стоят очень сильно у наги 8 то есть значит что наги на тотал фрифарме у него все идеально артизь на наги батя он знает как соло выигрывать игры и скажу как игрок который на наги любит иногда побегать не так часто как например на эспе или 4 но если не дойдут ногу я могу по ней отыграть очень хорошо нага разъебил этот пик этот пик не работает против ноги ни один герой из этих не работает против ноги то есть они взяли на чтобы вот это герои кисты да нам иллюзию быстро убивать но когда артизи купит себя катарин плюс радик ты никогда не найдешь его на карте он не будет ни в одном файте у тебя просто будет падать баска и ты не заметишь ты не знаешь как против этого играть и никто не знает нет я знаю здесь контрпика взять шторма какого-то который круто ловит ногу взять леона который бывает иллюзии но это нельзя было сделать потому что окно пир первых трех пиков было уже сделано то есть ты не мог уже контрпикнуть ногу сварить 10 саппортов обезьяна пытается что-то ромить и сваровать цемочка джанглит это огромный минус потому что видишь и делать универс он круто фиссурки себя отблочивает крипов кстати странно что он сюда не пулет хотя вот ставится варты наверно пул бы увидели макака помешала поэтому вообще знаете чем мне нравится универс человек всегда стоит на сложных пусть у него все плохо он просто стоит на линии получает пизды но стоит и это работает это всегда работало смотрим мид собирается прыгать макака прыгает на пару ударов тебя все еще нет рубленома поэтому бить тебя не шансов скорее всего не будет вторую класску привозит себе варспирит еще без боттла зато сапогом интересно интересно у него билд я же все время казалось что боттл мастхэв на эмбер и стоит ну хотя там видите фисты еще взял видно что нам идет плохо хотя лина один сильнейший герой против эмбера ну наверно пистами будет пытаться держать у него стан пытаться стан выдержать это вполне реально даже я смогу так сделать в общем даже что я слабо мидер кидает щиток на себя бадон начинает как-то пытаться размениваться наверно да но увидите артизи он умеет ласхитить лук с а тут не будет добивает добивает можно просмотреть артизи игру этот игрок на ноги это просто удовольствие для глаз это просто кайф не просто не дошло передать сколько он хорош потело это нас макаку но потом немножко заставил будь шастан до сих пор первый левел фардар и ты грустно не у себя второй левел четвертая минута ты грустновато и вообще стало доблойте с шейкером сложную задувать постоянно в лицо этого джиггернаута чтобы он тратил реген но они решили отправить 3 плюс на виду на самом деле понимаю для чего это для того чтобы артизи сказал дайте мне фрифарм я куплю ради компьютер и не выиграю игру в соло потому что тропиков нет и поэтому они ставят триплой лежит его линию чтобы ни в какой-то лучший артизи не отведел и артизи все хорошо значит заранее чекнем лес церковь быстро фармить в лесу погребам эти не уже шесть вообще все хорошо у съемки но так давайте посмотрим просто если ста какие-то для артизи нет нет вот делается ста для котлов хотя котел сам можно зафармить тут заблочено на заблочил хороший вард это бадон а бадон вообще так себе стоит в параде то есть как герой сильный но почему-то ничего не получается у него третий левел так и четвертый сейчас будет а он шейкер к примеру например 4 половиной вот и шейкер идет в миде драка лин умирает вроде когда мне еще есть ботал выпивается все таки без раннего курса очень слабый поэтому тебе нужно идти и делать пулы ты не можешь убивать с таким лавом у тебя ничего нет но вот как видите пробежался по варду или где почему опорознение нашел да по варду пробежался в чужой лес и бежит на чтобы так понимаю оставил вард хороший для чего чтобы видеть цепку фарма но ценой видишь ты что не пойдешь к ним поставили артузе 1 из 1 против оба дона а потом уже можно играть агрессивно уже есть арканы против обилдана нагло в общем я очень люблю покупать вместо аркан аквилку плюс рейндроп и и этот аэрон талон по по низкаким причинам первое очевидно в рейндроп помогает 10 гонгайот аквилка дает тебе лишние статы и чтобы быстрее формить лес но нефти какой-то арканы но это арканы делается тогда когда у тебя абсолютный фрифарм и тебе не придется уйти в лес ну ты можешь формить лес но с аквиллами ты делаешь это быстрее и ты можешь стать на линии простой из арканы из скиллы и фартузе это позволяет делать я не знаю почему умирает на бородин садим 1x1 с моим красавчик дать посмотри как у него поиграл вот у нас сумел делает тп задувает течку и течку личность может под крепами на крепа застанет на крепость толстан ульт задувка просто сума нет красавчик но хорошего 4 плеер мне понравилось конечно сыграл гулай видит когда драки идут не оказался в куре кури ману залил надеюсь показалось шейкер почти арканы уже половина аркан уже и стоит обезьяна прыгнул дерево и стоит просто воротник с обезьяна хорошее решение но когда ты можешь убивать мидера противника блин а прошли мы очень уязвим в гангах вначале гангам точнее то стоит убивать ее они тратят свое время но ладно ему виднее видео буду уже почти 6 делать мидас пропускай килл и умирает стартар потому что целого раза тавром от макаки макаки делать грамотно на стартаре все равно типа юзал кусок дерьма пока что ты просто должен идти на бот и делать отводы это нага там все фармят очень жадно играют то есть дают наге все сами не получают ничего но четыре героя которые спейс крейтят для наги как правило учет может быть даже 020 да если нага купить высоты а на 1 чисто он 1x9 без б вообще-то сделает знаю артизий знаю его стиль игры он круто сделает люблю артизий на ноге это просто удовольствие вау ой вкусно и ветва добил и другого и третьего 74 ребят 74 на фл фри фарме тут парень тоже на фл фри фарме но не может так делать красиво быть макаки кстати очень хорошо работают в арты на хэграунде вот сюда на глаз вот сюда на глаз возможно вот сюда но брезгует почему-то команда егэ знаете на самом деле на счет их пика вот эти модели покупают профессиональный котел крит молодец молодец мне нравится такой билд а так вот насчет героев если на крестной ситуации да команда не расскажут все ребят давайте не одинной купите спуты и пойдем закончим что сделает команда егэ артизий просто пойдет на другую линию и будет прислать иллюзии чтобы гриб скипить писать остался чап после файта умирает лина ну понятно визимо гангом и или коби ой перегружает как красиво юниверс батя молодец юниверс резного лут чувствует арканы будет спокойно дальше фармить линию молодец перед арканами купил арканы он спалил стенку так вот представьте ситуацию и тут победу заканчивать команда юбе и тут артизий нажимает иллюзии от двери отправляет сюда в одну иллюзию фармить лес и идет фармить другую линию сам в итоге он фармит линию он фармит лес и он пушивает мид с двумя людьми без радика даже а команда егэ просто кидает задувку кидает задувку кидает стан кидает фиссуру и возможно сладар принес какую-то лоху конечно цель и как против этого играть хотя бы умер сладар если ты левел а что через три минуты не убил его странно это замечательно про командают саппортом с плохим левелом с плохим стартом фармить линии и сладар с таким стартом должен фармить прошу прощения в очередной раз эти путы обезьяны с эмбер спиритом очень похожи красные тарканы очень похожи на эмбер спирита не тарканы сэмку бедный бадон уже играет агрессивно смотрите как он делает носите мой батя а не добил г.г. у меня на балтички давай ты не добежит это какой-то он а где артузи он на другой линии ушел он ушел в лес парни почти улыбайся почти сакар господи артузи славыч но вы конечно ой ну опять лина поставляется нормально он салантом нет бесталантливый это спейс для наги ребят какой бы не был счет на выкупе свои слоты и сделает новое он на ки знает фишек больше чем любая другая нагина только гахагот может с ним сравниться но увы где гахагот а где артизи сейчас при агреге ты экспу не получишь это чего не получил экспу за голема ошибка от артизи я бы сделал так но он видимо стоя точно что макро гряди на микро потому что микрохер знаю просто ошибся в общем повардом хорошего давайте уже до 11 минут чекнем все таки что у нас по графикам по эксперт ведет команда ньюбер по золоту очевидно не очевидно для меня потому что команда ньюбер ворвать вперед но артузи должен эту команду тащить вверх две люди отправляют чтобы убить рейндж крипа который сейчас придет должен успевать 15 секунд должно находиться убить рейнджа он отправляет и на некст и нужно дать хрюти отправить на рейнджа и дать второй скил на рейнджа на рейнджа на рейнджа на рейнджа хорош нет если не добьет он не хорош он хорош все просто меня пугают так нельзя делать даже на рейнджа отправлять 15 секунд хватает чтобы 30 секунд на пачку убить почти даггер юниверс оставляет линию доставлять на одинок по ворду прошелся и по ворду по крипам и противники могут помешать его фармить уже скоро сократ сартизи таких не прощает 3 фарм нога она самое страшное оружие в доте эти меня там опять какой-то экшен люди лены ведь его ты говорил тут команда не вместе пушить чтобы не дать ноги сделать грязь но все это уже конец потому что многие же есть почти все что можно я стал сколько пить сократ и рейнджа ой из 0 ска нашли макаку убили макаку стоп а ты чё слип два героя а это ебучий next level дота он слипом подержал этих вот тут убивали других это не next level это просто красавчик артизи рассчитал ситуацию молодец то есть убили у нас макаку убили барспирита потеряли бесполезного с лордара саппорта сейчас же убьют цемку если артизи заберет килл было бы круто но отдали его все-таки сумаилу уже почти есть чем же есть сократ релик но крупчим это он не отправляет видимо пойдет правил куру все-таки будет фармить лес будет фармить лес да в тузе слав а он на базе шрайна будет юзать должен юзать арканы переложишь хорош просто ну бля это игрок конфетка только не подождал сумаилу это неважно есть и ул у нас можно и сумаила теперь сможет доджить скиллы сможет доджить ульт джиггернаута сможет доджить ульт макаки три ремнанта красиво у него странно что он не задувает на месте вот отсюда задувал бы сразу же этого урона не хватало стики были еще артузи сакры скоро будет радик с радиком вы поймете что такое попоболь я просто играл как-то в ранкете против наги гахагода и мне сказали что гахагода чуть слабее чем нага артизи и от этого момента я понял что я посмотрел реплей артизи я понял что такое бой человек просто делает грязь добивая каждый грибочек на счету эти варды ребят ставится макакой партийник не может узнать когда вы их ставите но вы проведете время ставите круто вижу очень хороший обуз нужно знать что макака один из лучших героев которые ставят варды потому что если например бх и лирики может увидеть как-то кто его не раз так стоп он делает радианс радианс на бадоне но это типа внутри порт такие игроки типа это жесть вот и как он делал хорошие вещи мог купить мекку и дискоманды но видимо он собирается в супер лейт игрока который будет бегать бить с руки но я таких ободумал вы на хую вертел потому что это не не герой который бьет с руки это герой саппорт поддержки это правило такое что есть герои которые по приори очень плохи в кэре у него нет хороших способностей у тебя есть щит который ты кидаешь на кора у тебя есть килл который ты делаешь по крипам или по герою и даешь бонус атаку всем вокруг у тебя есть ульт который позволяет тебе быть живучим саппортом купи живучие айтемы купи полезные айтемы ауры и ты будешь ультра полезен но я хочу купить ради начинает рецепта окей сумаил дает стан промахивается в итоге сбрасывает котел в разные стороны но как ультует убьет сумаила не убьет убьет кстати есть ульт ультует фиссуру перегорождается ульт но прыгает почему-то по крипам не убивает никого и по-моему это даже знаете обычно с нами начала одинаковые просто со счетом максимально но нога не делая в игре практически ничего ведет его ведет в счете а когда нагрели на счете это просто игра будет заканчиваться но болом с хорошего вайдлэнса это же пробовал это делать вот смотрим анализе идет в их лес выхни точнее блин забываю знаю собственно придет пушками комментировали на миде заправляется старый трасс фарм и 2 фарм и 3 это артузия красавчик часу купить начать отравала и разберет тассе группе травала разберет арканы сделать трава и составит орб на ману после этого сделать токторин и все и люди будут практически без кд то есть они кончаются ты нажимаешь через 10 код и следующий делают медас макака думая что медас поможет они сказали типа ребят против нас нага покупаем медасы и сдефаем но вы не понимаете что если вы проиграете по счету медас вас не спасают спасают только какие-то крутые выпады и крутые колы медасы только затягивают огонь неизбешенную но все тут уже начинается грязь просто смотрит теперь за нет ворсом ребят открываем нет ворс и смотрим то есть первая джиггернаута сейчас засекаем 17 минута можете квотить ребят на 25 минуте нага будет вести на 2000 больше на 2000 больше она будет иметь чем джиггернаут есть бафа нет нет если точно не зовут фармишь смотрим 25 минута 2000 будет иметь больше нага потом будет все это стомболится 48000 вау он застанился он прыгнул и застанился господи впервые такое вижу так а давайте посмотрим значит еще раз графика теперь по золоту все стоит наравне по экспрессу тоже наравне можно сказать не так важно по крипам лосхиданайз у нас артузи на первом так вот включаем и ждем пока нага перефармит у нас джиггернаута потому что нага как правило с радиком это топ машутите когда быстро фармит 9000 умирая сардар у нас нормально разводят на героев я хотел посмотреть не куринт голд голд гпм 500 гпм и он на первом месте а почему у него 500 это шмала вообще 6 странно ну клюл он в печальной творчестве смотрим на артузи что ты делаешь ты фармишь лес иллюзиями стрелами должен еще быстрее фармить вообще вы знаете когда игрок берет нагу его должны прессовать по всей карте за ним его должны команду ебошить но команда артиси вчетвером выигрывает начало игры это просто для меня абсолютно непонятно на из герой у тебя такой интересный герой и баланс это же очень очень балансный спрыгивает на дерево причем прыгает на дерево и увидят дерево ломается встань и прыгает сюда пока он тут встань на дереве он спрыгивает вниз из вниз опять на дерево это непонятно для меня вообще герой дебильный знаете как правильно должно быть нужно чтобы когда он сидел на дереве ты не мог прыгнуть в момент когда тебя наносит урон типа как даггер чтобы был но противник видимо лучше в этом шаре точнее гейт лучше в этом шаре а сразу вот уже есть травла деньги реку текой как говорится да реку текой шнегер готовится прыгать на вот с даггера тоже делать минус так понимаю прыгать не может соло героя потому что можешь портущить и пытался куда-то нажимается манта которая будет скаутить и фармить лес раскаутила никого нет тембр улетает но не будет готовка если даггер узнаем таггера уважение таггера делать ради как все по дону что за жесть пока что с людьми легко расправляется команда нюбе но скоро вот спустя пять минут у артизи уже будет на 2000 большим вашего монетари которые три фармы и вы поймете что иллюзия это проблема для вас вот артузи делает тп все взял силу хорошая да хорошо взял силу потом уже будет взять так спит скорее всего вкусном сетка не против мира сетка тоже на самом деле норм но но не круто по ловит нас лину дайте его но не сможешь догернуться это же награде фантастика до голоса рвался что тогда и фантастики было бы чтобы он смог сделать но убивает команду артизи все у меня слагает почему эта трансляция очень много смотрит людей да сколько тут смотрит 20 тысяч только на dota tv поэтому да и сервер японский вот поэтому лагает он надо три секунды убил пачку грипов тут убил пачку грипов тут как ты собираешься пушить когда у тебя всего лишь адакт на пульта это сделал ми с артур таки уже ведет на тысячу и осталось 4 минуты для моего плана 4 минуты чтобы увеличить свое преимущество еще на тысячу ой артузи слав артузи слав скоро будет актарин с актарином этот герой будет совершенно другим быстрее когда есть иллюзии то есть вообще практически ну то есть нажимаешь иллюзия не будет к дэхаться буквально 33 секунды длится 30 через три секунды после ульты а после иллюзии нажмите следующий медь разбери сделал все теперь иллюзии еще более стоповые зафармил фул лес до этого зафармит и этого зафармит успел праздник зажег нет не дожег 2 хп осталось мало тут большая пачка артузи должен победить глаза даже загореться нажать иллюзии и сама уйти сюда там много экспирит его майн героя и алюзи отправишь одну на мид другую в лес противника на линию отправили не знаю это вот видите он играет очень аккуратно я так бы не сыграл потому что я бы фармить линию получать экспу а тут идет смог скорее всего на артизи что это за перчатка это медас медас на ванге кинге а это малыш торм ладно кстати если бы они были за дротами а ладно нет не не все окей хотя нет если бы за дрот и могли бы на крипах проверить аквилку она была джаггернаута увидит у нас соло эмбара будет шейкер прыгать него а шейкера тут нет сардар нет а он сумма нет шейкера так понимаю шейкера да шейкер сумма нет шейкера должен ворваться первый увидели это удал сюда фисты но не нашел никого я зашел испугался очень аккуратно играет тайная команда заходят иллюзия наги вижу бьет рошана делаю тп тп делать лина тп должен делать шейкер теперь либо котел и рекордит шейкера они хотят отдыхать рошана ттп есть но ты видимо не хочешь окей это неважно потому что нага вот ребят как могли и заметить уже осталось полторы минуты одного плана уже ее 2000 а ты еще только 1000 еще только 1000 но уже нет точнее уже полторы тысячи и это нага будет расти в геометрической прогрессии это еще нет актарина и чем больше у тебя слотов тем быстрее ты фармишь логично и вот артизи артизи сейчас эту игру будет то есть вообще с аегисом давайте смотрим что нужно сделать одной или другой команде чтобы выиграть что ждет команде егэ ждать чем больше вы ждете тем больше шанс на победу даже не шанс вы ждете вы выигрываете у вас нет варианта на поражение если вы ждете что сделать команде ньюби собраться пятером вместе с этим радиком со всем угодно всеми аурами мерками что у вас есть чуть у вас нет просто идете вместе и пытается ломать базу противника именно в пятером потому что нагу вы не за не перефармите она впервые вас купит 6 плотов и на первые вам снесет базу и если вы будете пытаться по одному дефать ее иллюзий она будет убивать ли вас по одному либо вас будут гонгать в маках и вы будете проигрывать с такими золотами не может ничего противопоставить ноги эти сорта на 3000 золота делать мидас прикольно все делать мидаса ребят игра нас будет ждать довольно таки долго и смотрим на графике по xp ньюби уже ведут почти 20000 по золоту 6000 но это очевидно потому что тут все саппорты они все герои фармят а сорта просто днис тянет но это просто был так сказать дайте пик который пик наги был обусловлен тем что у партийников не было контрида на я дождите и не банили а затем забыли про нее и сардар с ноги не особо круто стакается просто взяли его и и пусть будет хороший герой вполне неплохо после котел будет вздувать из леса почти гоним ну сейчас нужно же задавать ну не позже ну рада очень поздно уже начну сдавать это не нормально дагерь есть не дагерь есть был даже не пытался вот видишь 1 иллюзия убивает 2 иллюзия убивают она успеет убить за 5 секунд если он нажмет е яшечку нажми яшечку хорош еще и радиком дожжет это идеально это идеал это просто идеал наги иллюзия в центр иллюзия в лес иллюзия в лес через лес выйдет на топ иллюзия крипскипет вот иллюзия в центр а другой он три линии будет крипскипет что они две ладно это не получится 1 крипскипет 2 крипскипет так ребят как я говорил 26 минута уже ведет 2000 золота ну 25 ну 2000 ребят он будет аутфармить до конца игры хоть вы смотрите на графике забудьте про эти цифры 6 тысяч по золоту и 20 тысяч пикселей ничего не дает команде ньюби пускай они идут пятером ломают артизи сломает вам базу первей управляет иллюзия 1 2 3 эта иллюзия побежит сейчас крипскипет все красиво вы не сможете ничего сделать ведь ты не можешь пушить когда нет крипов как в мемчике в этом популярном сортизи таких а ведь и это еще иллюзия гоняет крипов все ежечку нажал ежечку нажал молодец делать матус манты будет еще больше иллюзий кстати в лейте можно еще одну иллюзию либо москвит просто москвит с травмами будет почти 500 вроде когда да 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 вот максимальный москвит максимальный о шекер с медасом у нас все с видосами ребят все фармят игра будет супер долгой либо то есть либо сейчас небе заканчивают либо она будет супер долгой и выиграют гига поэтому ну я же мне кажется и га выиграет потому что на гортизи не проигрывает против контрпиков чтобы проиграть на ноге ему нужно ошибиться и послушать команду где-то нажимаете смог я здесь вместе с командой да это понимаю они отожди спите все правильно красиво как вы собираетесь пушить и нагло ребят уже не можно сделать надо будет крик скипить им нужно сходить за эту пачку идти с вардом джаггернаута просто минус макака с ходу но джаггер уходят с ульты точнее с даггер у него есть айгис хотя бы отталкивать назад и этому монолик в итоге монолик сбрасывается с помощью манты нажимается шрай довольно таки рановато по моему убивают манту и артизи все равно продолжает делать свои грязные дела когда артизи купит манту игра закончится ну типа в плане шанса на кумбэк опять проебал ешечку немножко проебал ешечку и так там и так идет как говорится что нужно сделать рано на полюте нужно подальше пройти чуть они успеют закончиться попадает и ги с джаггернаута на это реализация ничего он вам не дает против ноги ребят как и вообще он ничего не дает кроме ноги абсолютно ничего бежит иллюзия которой ничего не сделать это люди не успеют и перспективить за 15 или успеет мне не должна не должна стоять лотаром а как я мнение он не успеет любить пачку извини даже если девочка была я тут успела что-то я 3 генился опять на шрайнах сейчас пойдет нажмет иллюзии пойдет заманкать скорее всего богатом оставит хорошего но он так это ставит бесплатно нужно было либо проходить в маскировке но как-то странно сделал опять идет иллюзия скипит сейчас вот она вот так вот походят сюда идут встретить клипов другая встретит смитит 3 встретит тут ветер он фармит 1 3 линии а героя фармить лес то есть это круто он догонит догонит а ты чего ты чего отправь ее команде может быть оставил команда тоже не фармит а ты видос уже делал арене 3 видимо не захотел делать нас он решил делать форста все таки будет супер бедным но это ошибка помимо цель кстати фармит у нее на 20 будет золото минуту но не перефармите вы ногу ребят как бы хорошо не фармили как бы у вас не было большое преимущество нет саре нога не отпустит эту игру тем более там еще и котел да это станет сбейте он догонит 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 где артузи артузи меня уже видит артузи нажал слип чтобы кого-то поймать в итоге дается колба ему но ему типа пиху и у него еще есть иллюзии врывается шейкер в бадона бадон а это макакум для путаете героев в итоге прыгает у нас эмбер артизи поймают нет если попикали на артизи дело трипл килл а диггернаут бля артизи что ли убьют но не убивать артизи в общем что я говорил чтобы выиграть замес нужно чтобы выиграть тигуру нужно чтобы артизи пошел с командой и ошибся он пошел с командой нажал слип до файта ошибка проиграл замес именно но не игру еще один замес это не поражение просто как факт что когда ты на ноги мяч миллиардное преимущество тебе не обязательно дискоманды ты говоришь ребята нашли с вашем распоряжении а я заберу все остальное я заберу три линии я заберу лес противника и за счет того что ты постоянно пушишь линии ты постоянно фармишь из противника ты все время видишь их и видишь противников но как только ты умер длежим шанс зайти свой лес поставить варда вот такие вот ставится вард и все то есть ты теряешь преимущество и тебе уже нужно опять заново все набирает ты только что его получил и заново начинаешь набирать его это станет стартара но ничего не дает по моему знаете что радик нам в одном не был хорошей темой чисто собраться в лейтовом лейтового кэри экспу взял но не тут уже было демидж брать если собирался гидас покупать серьезно демидж был профитный в итоге что дальше берет армор для того что он керри будет куда он редюс это тоже неплохо будет и в лейте уже взять скорее всего силу допустим что такое 33 стопы пофиг шилд здоровья лучше силу взять и будет бегать без ручки саппортов например просто видите ньюби сейчас перефармит всей командой команда игре фармит только нагло там огромная проблема но разница в том что команде не нужно особо фармить чтобы в эту игру выиграть недостаточно ждать и нага выиграет ее сама даже будучи я игроком на наге я бы имел бы огромный шанс выиграть игру в одиночку опять я просто заранее потратил не обязательно тратить е просто не что это неправильно они регенятся вообще что там у джаггера почему так много так быстро фармит скади уже сейчас с аегисом команда ньюби должны идти лучше варианта не будет что делал тартузин продолжать сплететь нажал иллюзии крип скипет он кстати мог попробовать добить рошана но видимо не получилось иллюзия убивает пачку грибов следующую все красиво на то полетишь не тратить травела быть долбоебов в данной ситуации опять бегут иллюзии нужно разные стороны 1 вверх провести вторую разведи в разные стороны тебя водонных убьет же ладно он слишком плохо сыграл сейчас но все но иллюзии по кд идут и крипы непростой базы не подойдут видите артизия очень силе не отталкивает хорошо идеально вот отсюда иллюзии пускать ты успеешь и на и и на топ отправить и на мид и в частности видно о полетели полетели десантирование то есть он эту пачку должен убивать и колбаса залетает все минус и еще вот тут иллюзия за гриб скипет все они не запушат отведет башни отведет башни хотя нормально все отвел и все нормально все без крипов ребята ты не сможешь запушить никак все вот тогда ведь иначе дизморали типа мой вроде как сильней а пушить не можем потому что пацанас нога и что они продолжают делать они пойдут дальше фармить пойду дальше фармить до момента пока нога не сочетом наху базу смотрим когда когда будет это делать это интересно ой вот здесь заметили там есть даггер еще на кд суммонит артизия нажимает слип получает радик он нажал манду с выключенным радиком господи это дизморали от артизии по моему то есть пытаются убить они макаку не убивают но бля диффузит короче юл с лины лина умирает в начале замесе котел умирает у артизии нет слипа если что-то будет провал он просто потеряет все стороны не умирай будь нормальным игроком ты сможешь соло выиграть эту игру просто не умирай на гости супер сильно вы можете из этого опять нажал иллюзии все минус крипы извините сейчас коту появится за рекорд этого через 30 секунд все окей котел плюс нога это читерская строта можно по ней борьсянский запишу если хотите плюс в чат пишите сразу же блядь просто как увижу хотя бы 30 плюсов каких-то я сразу же просто с хоббл пойду записывать котел плюс нога с другом на ноги сам однако для плей это очень интересная комбинация все крипов донай чтобы ноги не оставалось но это бесполезно на самом деле все но надо продолжает плетить получать деньги на ваша зарегейница что теперь нужно купить ноги чтобы быть полезным если там мкб на джаггера делай там кого нет это не мкб стоп дает мкб то есть бабочка уже не канает скани может быть для статов иллюзии выглядит неплохо вот и иллюзии отправлять через бок одну лизин сюда и вы видите уже тут идут встречать иллюзии команды ньюби как мне кажется либо нет а нет все нормально ньюби даже не собирается пушить они понимают что нога и закрысятся ну красавчики право грамотно решение приняли упачку проебал по моему честных струизируют иллюзии 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 рейтинг слейпер гейм там еще фиссура задувки лины башня не упадет никак ты хоть на иллюзии это правда хорошая очень против лизии должна залетать фиссура плюс задувка ли все крипов нет вы больше не можете еще один момент нога убивать крипов тут весь и как все красиво я говорил что они из-за этого я против ноги все это дизморально команда начинается они все просто горят будем фармить теперь все будут фармить просто красавчики видите что артистил у ебатери на он же просто три пачки заберет просто всю карту фарминг это крутой пик очень серьезно это у пик так читерный то есть это стопроцентный пик вам не мог вы не можете переградать начало точнее вы можете привет начало но вам не снесут базу потому что у вас есть алина которая дефает скилами у вас есть шейкер который дефает скилами у вас есть котел который задувает прежде всего надо с него и стоило начинать самый сильный среди всех этих героев дата и как зайти на это честно скажу я не знаю нужно купить пайп нажать его на крипов пройтись с ними или знаете как нужно нужно иметь просто другой пик нужно иметь шторма который летит в эти героев которые дефут а когда у вас нет героев вы не можете сделать вот убили его котла и что у вас нет 5 крипов чтобы кушать у вас артизия все сам сделает так вот артизия направляет иллюзии опять опять иллюзии пойдут ой еще иллюзии тут еще иллюзии с манты сейчас буду то есть гг игра будет еще минут 30 минут справляет интересное решение о танго просто бегающая танго надеюсь что команда егэ выиграет о хороший вар но этот вард видится с м3 и крипов поднимутся они видишь его правильно нет не увидели видимо а посмотрим значит где артизия можно смотреть его действия чтобы не ошибался а он не должен ошибаться купил тараску то есть я предлагал сказать он купил тараску тоже хороший вариант потому что тараска бьет больших патчем сказать и полезно правда больше нам нужно убивает пачку бежит сейчас убьет пачку иллюзия с тарасками имеет 3400 хп как это убивает спасибо не знаю убьет ой не добил плохо ну вот игра будет очень долгий мне это интересно смотреть потому что играй игра одного игрока чем быстрее артити примет решение которое выиграет игру то есть агрессивно какой-то бля что он все это радик и ульт лина поместить областного нет делаешь его жадненько жадненько и дагер так и не сделал доминасик но надо было делать игра будет долго тем это все на команда прям уговорила зато с даггером у нас шейкер и он выносит он выносит очень много даже собирается в кэри видите относительно в кэри он взял силу урона и он может тотемов уебалу ломать а вот уже начинается самое интересное когда мага выходит свои пазы о это моя любимая стадия игры когда начинает редкликать башни иллюзиями видите по одной иллюзии по башне по башне все фармит и как против этого играть больше нет момент уже бот на фрифарме у нас или на на фрифарме и все будет хотя на самом деле китайцы по любому могут против такой играть они именно зарождали такой стиль доты артити лишь его показывает хочется зрели генса бьется мля взбили легенном радиком ой какой-то иллюзии 5 идет на топа на иллюзия по таймингу и убьет пачку припании не убьет отведи чуть вверх и он так сидит о как же наше племотно играть юбе знаете это как играешь и думаешь постарепит игра закончилась мне реально заебало не играть потому что я вроде все делаю правильно я и больше команды противника а там один герой просто все делают посмотрим график тоже по-любому провал с уже 40 тысяч лет в экспе и по золоту особо-то не остаются лишь двадцатка но просто по экспе то это не столь важные серьезно портфенаги это вообще не важно это ничего не дает что тут очевидно что все когда-нибудь будут одинакового левела и то что ты начали вилку и экспе не даст тебе ничего выдраться не собираетесь потому что команда егэ будет сидеть на базе фармс флс а вы не убей вы не сможете выйти с этой базы потому что артизия вам не разрешит это сделать все артизия 6 лото сейчас покупает уже этот моншанды всей команды всей команде 2 тревела кучу вардов все деваются в 6 плотов котел с двумя рапирами и наблюдаем действительно интересную игру с разменными тронами можно найти даже вот так вот сделать просто и следить за его действиями хорошо подлагивает конечно следим за действиями артузи и вот если видят тут пикает на него команда ньюби связывает есть сеточка сеточка кидается пикает на артизия что ему нужно убить чтобы был шанс запушить но артизий слип а если шанс как-то если не дать всю знуль но чтобы джиггернаут ультанул с дагера но он видит джиггернаута поэтому особо-то и не боится красавчик что нужно делать нужно нажать иллюзий через секунды делать тп а он заранее делал тп ну нормально так тоже можно что там еще с талантами он взял кд сетки я взял атак спид наверно потому что ну что даете к этой сетке ничего такого значит что дальше взял силу чтобы люди были живучи и логично и следующий возьмет скорее всего иллюзию еще одно там смешно что у него еще 21 левел на 42 минуте например шейкер тоже 21 хотя вот блин 22 вообще он взял не респаун тайм а урон от стана зачем не знаю честно говоря просто воскрешение выводится за 100 раз профитней тут игра заходит в лейте где тебе важно воскрешаться а особо уроне наносить наносить но воскрешаться важнее что артузия показывай делать тп он на бок прыгают там на эмбера и убивают эмбера то есть видите как бы вы сильно не проигрывали у вас есть нага которая наращивает преимущество в одиночку и как только противник завершает хотя бы маленькую маленькую ошибочку вы на этой ошибочке вы ловите и опять сидите на базе мы только получили какое-то преимущество начали уходить база но нага опять вас отсюда не выпустят поэтому теперь начинается рад гейминг он сможет отправлять четыре люди сюда одну сюда герой бить басную ибо если это ведь артузия пойду все команды на артузия а он сломает на базу иллюзиями смотрим смотрим как это работает урон иллюзия для артузия слава я иначально сказал что артизия наги это ад для любого противника это блевотная игра просто ни у кого не должно быть желание играть просто поэтому многие хайпитах игроки просто шмотки бы разбили и искали заканчивая заебала потому что ты знаешь если нет контрейтам и пику это агония которая закончится только после этого поражения это агония перед поражением это по-другому назвать нельзя покупает варда котел который абсолютно особо ничего не дают купил бы лучше мидасик еще не поздно 40 минут о иллюзия фармит, иллюзия фармит, иллюзия фармит иллюзия фармит дезолятор скоро будет у многих фингеров это работает макаке хороший выбор настоящий то есть артузия воспалил макака вау артузия баця и тут уже иллюзия опять видите как все получается у него везде иллюзия как играть когда он везде иллюзия отправляет никак не поиграть против этого а он показывал типа акторин работает значит рядом кто то есть но никого не было казалось о а вот и варды пошли против артузия я бы рассчитывал видите то есть пытается поймать его но он то не ошибается в таких ситуациях уже 10 тысяч нужно купить манчарда себе манчарда потом команде вторые тревола продайте эту хрень делай это делай продавай манчарда вот опять ошибается видите ребят ошибся герой умер все наказан а че манчарда эти купить мне уже другой хочет типа вместо какой нет слоты незаменяемые как бы если ты будешь спеть и тебя не нужны платить ты конечно уже дерешься с руки тебе можно купить там две рапиры ну ставить тараску манту и просто редкликать всех а вот начинается самое веселое все вы и проиграли игру типа уже не начинается уже продолжается самое веселое потому что это уже началось давно началось с тех пор как ну шейкер даже дохать не важно сидел там да и на осы лежала блат торм нажимает бкб и бежит за котлом макака пытается бить сладара в инвизе видит же гернаута нажимается слип и что он хочет слипом добиться на себе с котла говорит делай тп я тоже сделаю а ты умер лол ты умер ты умер ты умер а это было провальное решение он заставил запор от своей жизнью какой же ты артизи ему нужно было делать тп сразу же как делал тп его тиммейт но он завтыкал и из-за этого не успел он умер чисто по своей вине но ошибки случаются и именно эти ошибки дают шанс потенциальный нюбит для победы потому что аж здесь если он убегается у него больше не больше права на ошибку а ему даже нужно будет побегаться потому что джиггернаут пойдет ломать ему базу будешь побегаться вдруг сейчас еще базу снесут наху ты проходит реманат ставил на базе на всякий случай мкб уже есть в этом слоты вкб делают связи с заяцом убьют джиггернаут но там все равно ехать поэтому не важно мне нужно дать пичку по ворту лида нельзя терять сто урона когда у тебя в команде наги должен делать бэбэк на наги ты должен делать бэбэк на наги ты умер как дебил поэтому бэбэкайся нельзя давать сто урона на наги то есть кто-то не он две стороны отдает мне грустно по стартить ему бэбэком заставить бэбэк заставить бэсников всех уйти просто один мув от гэри игрока который мог игру проигрывает проигрывает игру потому что он не съел муншар он не дал муншар союзникам он потерял бараки он потерял две стороны а это должно быть против наги наоборот одна ошибка от кэри почему ты так позволяешь себе делать ты играешь в прав команде ты не должен позволяй себе ошибки делать ладно игра еще не потеряна на самом деле просто жадничь то чтобы бэк не делал и еще должен муншар съесть он муншар, но ты пульсаешь их можешь юдить по всей карте на базе свафнуть сейчас юдить до кого-то а да, подойди ко мне Я дам Моншару. Он уже уезднул на кого-то. Шейкер дал Моншару, да. Красава, красава. Ну, не знал, наверное, что они через всю карту юзаются. Кстати, ребят, те, кто знал... Знали вообще кто-то, что Моншарт юзается? Напиши в комментариях, интересно узнать. Я пока сегодня узнал, что Моншарт юзается через всю карту. Прямо через всю вообще. С любого места. С фонтана на фонтан. И я думал... Почему меня это удивило? Потому что Ганни Балтиника не юзуется. Именно поэтому. Готовится, видимо, к смоку какому-то. Да, смок есть, лотар есть. Вообще, видите, покупают лотары. Китайцы думают, что это имба, не контрится. Ну, так и есть, на самом деле. В любом рейтинге. Даже в продосе. Нихуя себе он резкий. Да, Тизик, конечно, этим мувом очень много заруинул. Ну, главное, что я не дезморалился и продолжил играть сейчас. Просто сейчас чуточку сложнее ему будет играть. Да не чуточку, намного. Ему придется отпушивать другие линии намного больше. И линии не будут пушиться сами, если ты их чуть-чуть подтолкнешь. И убить такого Джиггернаута, наверное, проблема. Потому что, посмотрю на высоты. Ну, это много. А, это... Типа, да, их путают Джиггернаут, потому что они все одинаковые. Это много, это тоже много. Нанимается Смог. А, БКБ у него. А для чего БКБ? Платит Джиггера, наверное, или... Смотрим за действиями арт-тизера. Поставится ли он или нет? А, котел же древелит Смог. Котел древелит Смог. Смотрим, смотрим, смотрим. Потому что у него есть огромный дневной вижен. Почему мне так сильно лагают доты? Японские сервера или китайские, они мне так не нравятся. На самом деле, я очень хочу, чтобы ЕГЭ выиграли. А, мне очень нравится смотреть за них и играть поставил. Ну, тут там КБ уже почти в Мангекинге, но он ББК оставляет. А тут ответный Смог от команды ЕГЭ. Есть ли ББКи? ББК есть, ББК есть, ББК есть. Вот, скорее всего, есть, да? Ты что, взял золото? Золото минуту, да, взял. ББК есть, да, все нормально. Тут тоже ББК есть, то есть, у всех есть ББК. А если ББК у команды ЕГЭ, у Лины есть, Нага нажимает слип, но это не поможет, потому что там БКБ. Бэ, да провал. Не-не, друг, это не работает, извини. А, тут ББК у всех, кроме Солдара, потому что у них все сложно. Не знали, что есть БКБ. Бьют сразу же ВВК от Артизи. Рейдж ВВК. Разбивает шмотки, я так понимаю, да? Он продолжил, что был Блаторн. Блаторна будет шанса бить Джиггернаут или нет? Не будет, там все на манте. Эмбера будет шанса, там линка и БКБ о чем-то. Зачем тебе Блаторн? Убивать саппортов? А что он заменил? Радик, манта, Актарин есть, Тараска, Диффуза заменил, все понял, Диффуза заменил. Чё так долго вспоминал. Вот теперь вот, когда вот так, сначала все выигрывали, даже дал стаб таймингу, он должен крутиться, если есть манта, невозможно это сделать. Давайте БКБ и нахуй типа тебе Блаторн. А вот и шестой Абадон, тот самый, который просто идет и бьет тебя. Я не могу смотреть это. Умирает Семка после ВБК, но это не столь важно, что ему ломают базу. Ну, Артити может дефать мегагрипов, но... как факт того, что ты мог выиграть игру, и однему он проиграл ее. Очень жаль. А, не, они не могут дефать мегагрипов, правильно. Они не могут без Артити ГГ. Одним мовом Артити проиграл, чисто вот один игрок вот тут. Один игрок проиграл мовом. Вот, красавчики, на самом деле, Ньюби, перевернули. Молодцы, Ньюри. Да, Артити, конечно, Руини. Ну ладно, придется к ним дальше комментировать следующую игру, хотя хотел идти спать. Сделаем это для вас, ребят. Ставьте лайки на это видео, потому что оно будет вторым по счету. Я буду выкладывать их по очередности по каждой игре. Да, ставьте лайки и смотрите следующее видео. Это будет бойсов 3 игра. Сейчас будет решающая игра за выход дальше. Я жду вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok